Генеральный партнер программы новости – торгово-развлекательный центр «Алиса». Всегда удачный шоппинг в центре города. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьевы. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Сотрудники ГИБДД проводят профилактическую акцию «Грузовик». Кредиты, субсидии и финансовая грамотность в Анапе прошел второй форум кредитных союзов России. Как сделать детей счастливыми? Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. 26 сентября в Сочи открылся 12-й международный инвестиционный форум. Анапская делегация представляет потенциал курорта и привлекает инвесторов. Все 26 анапских инвестиционных проектов обеспечены землей, просчитаны и являются реальными для выполнения. На форуме в Сочи власти Анапы предложат инвесторам реальные перспективы. 26 сентября – первый день этого главного экономического события на Кубани. Администрация Анапы подготовила к 12-му международному инвестфоруму «Сочи-2013» 26 бизнес-проектов, максимально прозрачных, обеспеченных земельными участками и подкрепленных гарантиями властей по оказанию поддержки в их реализации. Среди проектов – реконструкция морского порта Анапа, общий объем инвестиций – 2,5 миллиарда рублей, этнографический парк «Зооколицы» – проект на 186 миллионов рублей. Комплекс будет стилизован под казачью станицу и русскую деревню. Площадь – 100 тысяч квадратных метров. Жилой комплекс «Усатого балка» – застройка многоквартирными жилыми домами, коттеджами на две семи дуплексами и таунхаусами. Общая площадь – 18 тысяч квадратных метров. Сумма инвестиций – 460 миллионов рублей. Еще один проект – развитие территории агрофирмы «Кавказ». Парк развлечений – 6 континентов. На площади 89 гектаров строительство «Диснейленда» в Анапе. Стоимость первого этапа составляет более 2,5 миллиардов рублей. Основные мероприятия на форуме начнутся 27 сентября. Глава города Сергей Сергеев подпишет несколько крупных инвестиционных соглашений, а также проведет несколько переговоров об инвестициях в наш курорт. На территории Краснодарского края проводится оперативно-профилактическая операция «Грузовик». В Анапе во время мероприятия инспекторы обращают особое внимание на соблюдение правил и требований водителями грузовиков. В рамках проведения операции созданы группы по выявлению правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и предпринимательской деятельности. В эти группы включены сотрудники отдела ГИБДД, РОД и ДПС, а также инспекторы дорожного надзора других заинтересованных структур. Мероприятия, связанные с проведением операции, направлены на контроль за техническим состоянием грузового транспорта на территории Анапского района, а также на режим труда и отдыха водителей. Водители грузовиков проверяют на алкоголь, соблюдение скоростного режима, правил эксплуатации транспорта. Специальные внеплановые проверки выявляют случай эксплуатации неисправных грузовиков, введение незаконного предпринимательства, контролируется наличие у водителя необходимой документации. Зачастую на предприятиях не проводят медосмотры водителей перед рейсами и не проверят грузовики перед выездом на линию. Операция «Грузовик» продлится в Анапе по 27 сентября. Алина Гумерова, Артем Зиборов, Анапа. Регион. Сохранить и преумножить в Анапе прошел второй форум кредитных союзов Юга России. Участники форума, представители России, Украины и стран ближнего зарубежья обсудили проблемы кредитных кооперативов на пороге перемен. Скоординировать усилия и повысить финансовую грамотность населения всех стран-участниц. Специалисты уверены, финансовые услуги должны быть прозрачны и доступны для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, фермеров, представителей малого и среднего бизнеса. И это правило должно касаться всех стран. На сегодняшний день, действительно, когда и российская, и украинская кооперация в очередной раз стоит на пороге очень радикальных перемен и реформ, вот это наше сотрудничество становится намного ценнее. Намного полезнее обмен информацией относительно тех, ну скажем так, полученного опыта, полученных знаний каких-то, и, можно сказать, набитых шишек в том числе. Участники форума обратились к руководству службы Банка России с просьбой создать экспертный совет, причем в состав комиссии должны войти представители кооперативных объединений всех видов. Необходимо совершенствование законодательной базы, разработка механизмов контроля и саморегулирования. Еще один вопрос на обсуждение участников форума – разработка национальной программы развития кредитной кооперации и микрофинансирования. Участники подписали соответствующее обращение к министру сельского хозяйства, к региональным органам власти и к объединениям кредитных кооперативов. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. В здании Анапского филиала Московского государственного университета имени Михаила Шолохова поздравили с Днем города самых активных и трудолюбивых граждан, отвечающих за благоустройство, чистоту и красоту курорта. Общественников наградили грамотами и вручили всем памятные подарки. Наш корреспондент Алина Гумерова расскажет подробнее. Лидия Онищина помогает поддерживать порядок и чистоту на улицах города. Уже 20 лет работая дворником. Надежда Иванова – педагог с 35-летним стажем. Находясь на пенсии, является председателем общественного совета дома на улице Астраханской, 86. Это радость души, подъем и хорошее настроение. Светло на душе и светло от всех присутствующих, которые были в зале. Я вот коренной анапчанин, я никогда свой город не поменяю ни на какой. Я очень ее люблю, очень. И большое спасибо за сегодняшнее вот такое мероприятие. Активистов-общественников поздравила директор анапского филиала МГГУ имени Шолохова, депутат совета Елена Некрасова. За активную жизненную позицию и плодотворную общественную деятельность жителям округа вручили почетные грамоты и подарки. Без вас этот город был бы не такой светлый, не такой радостный, не такой чистый. И не было бы таких красивых зеленых уголков, которые вы со своими жителями, общественниками, жителями устраиваете. Не было бы таких праздников, не было бы столько любви, если бы не было вас. Огромное вам спасибо за наш труд. Вручили грамоты двум школьницам, которые летом работали на детско-дворовой площадке. Организовывали игры для детей, проводили конкурсы. На мероприятии для приглашенных общественников спел ансамбль казачьей песни «Анапчанка» и «Юные таланты города». Благодаря активистам Анапа с каждым днем становится красивее и ярче, доказывая, что наш город – один из лучших курортов России. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. Переходим к другим темам. В детском саду номер 7 «Колокольчик» прошел утренник, посвященный освобождению любимого города от немецко-фашистских захватчиков. О коварности веролобного врага, напавшего на нашу землю, дети знают только по рассказам взрослых. Никто не забыт, ничто не забыто. Под таким названием в детском саду прошел праздник, посвященный освобождению Анапы и района от немецко-фашистских захватчиков. Свой концерт малыши позвятили тем, кто воевал на фронтах и ковал победу в тылу. Ребята показали, как научились маршировать. Исполнили танец под песню «Смуглянка», которая была написана в военное время, осенью 1940 года о жизни молдавских партизан. В другом номере выразили боль, которую испытали дети войны – голод, холод, разруху и бомбежки. Завершился праздник танцем «Красные маки» с символом памяти павших на войне. Ветеранам и участникам Великой Отечественной, а также труженикам тыла в знак признательности и уважения ребятишке подарили букеты цветов. И в продолжение темы детства. В детском садике номер 18 «Пчелка» организаторы общества «Родители детей с особенностями развития» провели праздник. В гости пришли представители администрации города и знаменитого цирка имени Юрия Никулина. Об организации общества и работе с особенными детьми – наш следующий сюжет. Воспитанники детского садика «Пчелка» особенные. Забота и внимание им нужны тоже особенные. Пока они маленькие, главное для них – любовь взрослых и общение. В детском садике «Пчелка» дети социализированы. Для них не существует пока взрослых проблем, отчужденностей и особенностей здоровья и развития. Они легко находят общий язык и играют. Все вместе. 5 августа в Анапе получила прописку новая общественная организация «Радость жизни» для родителей, воспитывающих особенных детей. Организация была создана началами родителей и инициативной группой людей неравнодушных к проблеме инвалидности детей. Организация маленькая, но насчитывает уже более 50 человек. И с каждым днем организация растет. Очень много инновационных технологий для занятий, то есть занятий ипотерапией. Все на безвозмездной основе. Выездные занятия ипотерапией в поселок Рассвет на конный центр. Занятия йога-терапией, которые в Анапе вообще не практиковалось нигде. Это очень важно. Также занятия для мам. Записаться и получить помощь можно в йога-центре на улице Гребенской, 78. По вторникам и четвергам с 15 до 18 часов ведет прием специалист центра. Изначально организовывали эту организацию на базе йога-центра. И, естественно, первое, что мы могли дать нашим подопечным и их родителям, это, конечно же, бесплатные занятия. Бесплатные занятия для родителей и классы реабилитации, йога-терапии для детей-инвалидов. Так как это одна из самых уникальных и действенных методик на сегодняшний момент. Новая организация уже получила поддержку администрации города и специалистов детского сада. От имени главы муниципального образования города Курлова-Танапа поздравить вас с таким замечательным событием, как создание организации. Радость жизни. Это говорит о том, что у нас еще есть небезразличные люди, у которых еще есть такое понятие, как душа, которые чувствуют, что нужно делать, когда нужно делать, и для чего это нужно понимать. В такой чудесный день и такой знаковый, значимый открывается такая замечательная организация. Вот вы представляете, вы теперь все вместе, а мы всегда готовы поставить вам плечо помощи и протянуть руку помощи. Добро пожаловать, давайте творить ваши дела все вместе. На праздник детям пришли почетные гости и настоящие волшебники. Директор цирка имени Юрия Никулина знает, как по одному маленькому билету пройти в цирк большой компанией. 22 воскресенья мы вас ждем. Я передам председателю фонда этот маленький билетик. Здесь все ваши ученики и фонда, и все дети, и их родители вот здесь записаны. Вы придете, мы вас примем как родных, вы будете радоваться с нами, смеяться. Вот такое обыкновенное чудо могут создать взрослые для детей. И создают. Наталья Пухальска, Алексей Мухортов, Анапа-Регион. На сегодня это все новости. В завершение выпуска прогноз погоды на завтра. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров. Салоны магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы» и салоны магазина подарков «Важная персона». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Когда простых слов уже недостаточно, они скажут все за вас. Эксклюзивные подарки для дорогих людей. Салон «Важная персона». Важно, что ты есть. Анапа, улица Ленина, 15. Важная персона, важно, что ты есть. В пятницу 27 сентября в Анапе будет пасмурно, местами пройдет дождь с грозой. Температура воздуха днем 17-19, ночью до плюс 13 градусов по Цельсию. Ветер переменный 8-10 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 17 градусов тепла. Далее блок полезной информации от партнера программы Торгово-развлекательного центра «Алиса». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я прощаюсь с вами. Увидимся завтра в это же время на канале РЕН-ТВ. До встречи. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса» Исполняет ваши желания. Редактор субтитров А.Семкин